Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о турецкой пряже от фирмы Alize Big Bell Superlana Maxi Long Batik. Интересное такое название. В принципе на украинском рынке является пряжа довольно-таки новой. И в отличие от Superlana Maxi классической, пряжа здесь является очень даже такой интересной и толстенькой. То есть смотрите, здесь всего лишь в 250 граммах 250 метров. То есть данный моточек очень большой и всего лишь 250 метров пряжи. Можете себе представить. И Long Batik, что это значит? Смотрите, здесь переход длинный из цвета в цвет. То есть очень красивый цветовой подбор. Честно говоря, мне очень понравился. Я взяла от зеленого переход на синий сапировый, такой вот лазурный-голубой, фиолетовый-сиреневый, переход плавный на фуксию и нежно-розовым окончанием. То есть довольно-таки красивая цветовая гамма. Было в этой серии очень много на любой вкус. В принципе, несмотря на небольшой состав шерсти, здесь всего лишь 25%, на 75% акрила, пряжа является очень нежной. Я довольно-таки, вот, я осталась довольно результатом. Вязала лицевую гладь, начинала с четверки с половиной. Но, честно говоря, остановилась в идеале на шестерке. Если же это какая-то более, скажем, свободная вещь, допустим, кофта, кардиган, то, конечно же, брать не менее восьмерки. Если же это перекрещенные жгуты какие-то, косы, то брать не менее десятки. Для того, чтобы получить красивый, неплотный результат. И, в принципе, честно говоря, соответствуют цены и качества данной пряжи. Я поддерживаю, что, в принципе, бюджетная пряжа и хорошая на составы, хорошая на вид и на ощупь. Вот, очень часто мамочки у меня спрашивают, из чего лучше всего вязать пледы. Вот, как раз-таки, это тот случай, в котором я вижу несколько плюсов вязания именно из этой пряжи. Во-первых, здесь состав небольшой шерсти, что, соответственно, является теплым и, в то же время, не сильно аллергенным для ребеночка. Второе, здесь красивая цветовая гамма, которая подойдет для мальчика, для девочки. Вот, можете связать, к примеру, один плед, затем, скажем, родить второго ребеночка разнополого и получится, скажем, и на второй сезон. Вот, еще большой плюс, то, что пряжа очень толстая и, как бы, в принципе, если вы возьмете ту же восьмерочку спицы, соответственно, затрата по времени, затрата по материалу, получится, вас приятно удивит. Вы возьмете самый простой узор, который возможно, это, к примеру, платочная вязка, это лицевая гладь, это теневые какие-то узоры. Вот, и получится, во-первых, красивый переход цвета в цвет. Во-вторых, скажем, вы возьмете самую простую вязку, которая в итоге покажется вам очень красивой. Вот, и плюс еще большой, то, что затрата по времени именно изготовления изделия. Вы, связав один моточек, присоединяете второй, вяжете второй. Тут где-то на детский плед, я думаю, пару моточков всего уйдет. Вот, и, в принципе, я вам скажу, что это получится как экономно по финансам, так и экономно по времени. Довольно-таки быстро свяжется плед, и красивый результат вас порадует. Вот, если же говорить о аксессуарах из этой пряжи, то, честно говоря, шапочку я вязала лишь лицевой гладью. Если говорить о резинках каких-то, либо же жгутах, либо косах, то, в принципе, честно говоря, я не представляю из этой пряжи именно на шапке. Грубовато. Вот, что касаемо снудов, то, честно говоря, меня очень порадовала английская резинка. То есть, как и всегда, вот, я люблю английскую резинку. Здесь, виден, будет переход красивый из цвета в цвет. Плюс, скажем, если вы возьмете крупные спицы, то, соответственно, быстро свяжете снуд. Вот, и вас приятно порадует результат, скажем, как по времени, как по пряже. Вот, и, в принципе, для снуда она такая вот не грубая, что мне понравилось. Вот, если же вязать какие-то пальтишки, детские кофточки, либо же на взрослого, то, в принципе, пряжа тоже довольно-таки интересная в итоге. Вот, если же, опять же, жгутые косы, это не меньше десятки. Если средняя лицевая гладь, то есть, не сильно плотная, не слишком свободная, то эта восьмерочка подойдет. В принципе, здесь так производитель и рекомендует от восьмерки до десятки. Вот, здесь я соглашусь, в зависимости от того, что вяжете. И, что касаемо по уходу, конечно же, ручная пряжа требует и ручной стирки, не менее, не более 30 градусов. И из-за небольшого состава шерсти здесь написано, что можно гладить. Но, честно говоря, я не рекомендую вам пряжу гладить. Вот, и изделия из нее так, как могут деформироваться. Вы просто, возможно, сможете испортить то изделие, над которым трудились несколько дней, а то и не дней. Вот, в принципе, соотношение цены-качества, мне кажется, что здесь, как и во всей фирме Ализе, не могу ничего сказать плохого. Вот, и кто что вязал, обязательно комментируйте, делите, с удовольствием посмотрим на ваши изделия, которые вы вязали. Кто успел уже связать из данной пряжи. И, конечно же, спасибо, что остаетесь на моем канале. Лайкайте, подписывайтесь. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!